Инициатива была проявлена кардиналом Ватикана Франциском Коко Пальмери, который присутствовал на моем выступлении в тюрьме Авиацана, приговоренных пожизненно. После этого конференции, или можно сказать, выступлений, или встречи с этими осужденными, прошло достаточно времени, и я узнаю, что 28 сентября будет открыта общественная аудиенция, и мне будет оказана большая честь встретиться с Папой Римским, именно сказать свое что-то я хочу попросить, или о чем хочу попросить. Я была в недуме. Почему я? Почему никто другой? Почему? Ну ты же хотела что-то бы сказать, а Белоруссия, я говорю, правда? Я написала Андрею Палуди, чтобы он написал, или группа лиц написала обращение к Папе Франческо. Процедура будет происходить так. Сначала подойдет, поздоровается, или ты поздороваешься, и ты скажешь, кто ты такая? Представься, что ты мать, сын которого убили, казнили в Узбекистане, что ты работаешь против смертной казни, и потом скажешь, вот я прошу вас помочь по возможности поговорить с президентом Лукашенко о том, что смертная казнь, как вы сказали, против Бога. Процитирую слова Папы Франческо и передай это письмо. И потом попросить, чтобы тебя благословили, и благословили для всех тех, кто работает против смертной казни. Когда Папа Франческо тебя благословит, все, потом уже разговоров не будет. Это конец аудиенции. Начало аудиенции. Папа Франческо встретился с пилигринами, потом подошел к больным, благословил, что-то им говорил, молитвы шептал, поднимается наверх, там, где я была с этими епископами, подходит ко мне и сразу ложит руку на голову, благословляет. Я опешиваю. Меня как парализовало, я же помню, все. Сказали, благословила, и все, больше нет разговора, аудиенция закончена. А мне же письмо нужно привезти. Зачем я пришла на Сан-Петро? Зачем это аудиенция? Я столько волновалась. И у меня, как у парализованного, видно было такое лицо, что затекут, глаза вытрощены. И папа римский. Положил на мою руку свою. Спокойно, короче, спокойнее, смелее. И тогда я протянула письмо и сказала, вот, пожалуйста, возьмите это письмо, это обращение к вам, помочь в Беларуси решить эту проблему смертной казни. Я попрошу вашего содействия. Это письмо написал молодой человек, который работает в проблеме отмены смертной казни. И я взяла за смелость передать его вам. Он посмотрел, передал секретарю, который рядом стоит, и сказал, пожалуйста, не убирай далеко, отдашь мне после аудиенции. А мне ответил, я буду думать. Я знаю, что когда он сказал, все, надо поворачиваться, я начала поворачиваться, уходить. А мне секретарь, папа Франческо так смотрит, скажет, совсем какая-то сумасшедшая. А секретарь мне так протягивает и говорит, а это подарок вам от папы Римского. А потом в газете прочитала, что оказывается, что он помнил, когда перед этим неделю назад мне ему представляли, и он меня приветствовал в Асизе на конгрессе. После аудиенции с папой Франческо на Сан-Петро, я была аудиенцией с кардиналом Кока Пальмири. Я ему рассказала. Есть фотографии. Он так добрый на меня смотрит. Я говорю, наверное, плохая христианка. Он говорит, а почему? Да я не могу жить спокойно. Я не могу спать спокойно, когда я знаю, где-то кого-то казнят, когда насилие в тюрьмах. Он говорит, так это же нормально. Это для хорошего человека нормально. Почему так себя осуждаешь? Я говорю, ну я же не только сама спокойно живу другим, что спокойно. Он говорит, так может быть, это и правильно. Вот когда ты будешь жить спокойно, и ты станешь равнодушей, это же большой грех. Продолжение следует...